Добрый день! Вы на канале РБ Хоккей. С вами Виталий Славин. Сегодня поговорим о стартовой серии Кубка Стэнли. Dallas Stars Vegas Golden Knights. Удивительное соперничество. После четырех матчей ничья. При этом обе команды проиграли оба домашних матча. Dallas на своем льду уступил 3-4-1-3, а Vegas, захватив инициативу 2-0, неожиданно проиграл 2-3 в овертайме и затем 2-4. Теперь серия возвращается в Dallas. Матч состоится 2-го в ночь по московскому времени с 1-го на 2-е мая. Ну что здесь можно сказать? Dallas очевидно нашел ключи к Vegas. Vegas, как все ожидалось, выпустил в плей-офф Стоуна, которого они спрятали, чтобы не превысить потолок зарплат. И поначалу он внес такую весомую лепту, забрасывал, отдавал. Плюс долго втягивался в серию вратарь Эттинджер у звезд, но теперь все наладилось. Об этом говорят две победы. Плюс молодой форвард Джонстон сбивает и в овертайме, и в основное время прорезался голевой дар у Дадонова, который в последнем матче забросил удивительную шайбу почти с нулевого угла, верхний угол, ближний верхний угол, головой от вратаря Вегаса Томпсона. То есть, Dallas нашел ключи к рыцарям, а так как Dallas в регулярном сезоне выступил намного увереннее и набрал больше очков, а Вегас занял восьмое место на Западе. Поэтому теперь преимущество в этой серии перешло к звездам. Я думаю, они просто не имеют права на своем льду отдавать матч Вегасу. Иначе будет счет 2-3 в серии, и Вегас вполне сможет дожать на своем льду и закрыть эту серию 4-2. С другой стороны, Вегас как раз, я думаю, после двух поражений у себя дома, он, очевидно, начнет нервничать и появится нервничать в себе. Поэтому, я думаю, есть смысл поставить в пятом матче на Dallas на победу в основное либо дополнительное время, потому что я считаю, что во вратарской дуэли Эттинджер уже переигрывает Томпсона. А в целом состав более стал такой сбалансированный у Dallas. А вот эти новички, Гертл и Сан-Хосе, он, мне кажется, не влился в Вегас. Ханифин, последний защитник в последнем матче, там получил минус 2. В общем, я думаю, Dallas на своем поле должен дожать, победить. А чтобы увеличить коэффициент, я думаю, можно поставить на тотал высокий, что в этом матче будет заброшено не менее пяти шайб. Вот такой мой прогноз на пятый матч серии Dallas-Vegas. С вами был Виталий Славин. Спасибо. Рейтинг букмекеров – это прогнозы на спорт. Прогнозы на спорт. На футбол, теннис, ММА. На хоккей. Киберспорт, баскетбол. Прогноз погоды? Нет, прогнозов погоды мы не даем. Рейтинг букмекеров – это прогнозы на спорт. Да я знаю, никакой погоды. Только прогнозы на спорт от лучших экспертов на сайте рейтинг букмекеров. Субтитры подогнал «Симон»